Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами Светлана Прель, а в гостях у меня селянка Анна Паршикова. Я понимаю ваше удивление, когда вы увидели эту очаровательную, красивую женщину, да еще с такой роскошной короной вся в каменьях на ее ногах. Но она действительно уникальная девушка, яркий представитель семьи, дружной семьи Паршиковых. И я выбрала ее сегодня своей героиней, потому что хочу рассказать о тех самых женщинах, которых восхваляли, воспевали поэты русские. И хочу представить эту девушку, эту женщину, очаровательную Анну Паршикову, рассказать именно о ней. Где узнала Анну? Анну я знаю давно, потом так сложилось, да, Анечка, что мы с тобой какое-то время не общались. У Анны, позволь мне это сказать, это больно и для тебя, и для всей твоей семьи. Анна потеряла своего любимого мужа, он погиб. И трагически, это, конечно, большая боль. Детки Антона Паршикова растут, дай Бог им здоровья, счастья. Да, и Антону, царствами небесные, родителям низкий поклон за такого сына. Я скажу буквально несколько слов от себя, да. И эту программу я тоже хотела посвятить ему, потому что был светлый человек. Он рос в семье родителей, где мог себе вообще позволить не делать ничего, да. Это семья состоятельная. Но он был так устроен. Он действительно русский парень, да. У него была потребность, потребность помогать. Он и храмы восстанавливал, да. Он человеком был верующим, православным. Он был примером для многих, и когда говорят, будьте как дети. Вот Антон был именно таким, да, человеком. Он был как ребенок. И искренне радовался, когда к нему обращались за помощью. То есть я вот рада, что на своей программе я могла его вспомнить, достойнейший человек. Жалко, что его нет рядом. Но, как говорится, дело его живет, мы его помним. И эту программу я посвящаю тебе, Антон. И уверена, что он радуется, что ты сейчас со мной рядом. И мы можем поговорить и о его детях, и о его семье, и о тебе, и о том, чем ты занимаешься, да. Да. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, почему у тебя корона, вот эта шикарная на твоих коленях, что такое случилось, произошло. Я, конечно, внесу свою лепну, но хочу, чтобы ты сейчас об этом рассказала, о конкурсе, в котором ты приняла участие. Да, корона на моих ногах – это награда за участие в конкурсе «Императрица столицы». Не ожидала я, на самом деле, что я ее получу. Это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, я ее хотела. Прекрасно понимая о том, что мне есть что показать, есть чем удивить. И, скажем так, я хотела произвести некий такой эпатаж какой-то, да, что вот разорвать шаблоны. Вот, то, что я люблю, да. Да, у людей шаблоны разорвать и своим примером показать о том, что можно заниматься хорошим, богоугодным делом, так можно, да, даже сказать. Да, совершенно верно, да. Производить молочную продукцию, не только молочную, да, члены семьи нашей, они производят и мясные деликатесы. В общем, у нас большое хозяйство, но об этом позже. Показать людям о том, что можно все совмещать. Можно и быть человеком, скажем так, ну, не чуждым светским мероприятием, посещать светские мероприятия. При этом можно приехать и подавить козу, там, сделать сыр. Да, дорогие мои, мы не ослышались, потому что Аннушка умеет и хлеб испечь. Нет, хлеб – это не моя стихия, я поправлю, Светлана. Не можешь хлеб испечь, а мне кажется, если дай задание, не испечешь, но козу подоить можешь. Козу смогу подоить, да. Бывали такие случаи, когда оставалась я наедине с этим хозяйством. В общем, можешь все, да. Да, все могу. И при этом оставаться такой красивой, замечательной, натуральной женщиной, о чем соскучились мужчины, да? Да. Это вот, может быть, о тебе и писали, да, что и в горячую избу, не дай бог, войдешь. Не нужны нам горячие избы. Горячего коня в избу, да, 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 лучше горячего жеребца. Не надо нам горячих избы, я с тобой согласна. Да. Ты достойна счастья, достойна самого лучшего, и семья ваша тоже низким поклон. Скажи, пожалуйста, вот все седают на то, что в предлагаемых условиях вот совершенно трудно заниматься малым и средним бизнесом. А производство, ну так вообще, то есть такие препоны стоят. А у вас получается, как это возможно? Что все плачутся и говорят, что невозможно, не получается, а вы процветаете. И вот, пожалуйста, даже здесь представлена целая корзина вашей продукции. И молоко, и творог, и сметана, и сыры. И все это вы делаете сами, без всяких этих консервантов, и все это натурально и вкусно. Да, но здесь надо не исключать то, что нельзя начать этот бизнес с нуля, взяв кредит и ожидая огромной какой-то прибыли. Это колоссальное вложение средств, это вложение сил, знаний, да, то есть мы постоянно обучаемся. То есть, конечно, изначально был Google в помощь, но дальше больше, да, то есть когда мы уже решили выходить на качество, то есть мы уже прибегали к более серьезным там мастер-классам, да, вот крайний раз у нас были итальянцы, они обучали нас сырам, ну, основным сырам. Мы сейчас начинаем уже набивать руку, я думаю, что мы и дальше будем обучаться. Также нам предложили обучиться колбасному делу в Италии, да, но это вот, я думаю, это в перспективе тоже ожидает. А вот скажи, пожалуйста, итальянцы, когда были у вас в гостях, и ты говоришь, они вам преподавали мастер-класс по сырам, а какие такие тонкости есть, и чего не дотягивает, до чего не дотягивают ваши сыры? Или они сказали, нет, ваши такие вот особенные, тоже имеется свой почерк, свой характер, но немножко там привнесли свои. Мы делали простые сыры, рассольные брынзы, рассольный сыр. То есть сейчас мы уже варим сыр, мы закупили итальянскую сыроварню, купили специальные закваски для сыров, и сейчас вот ей пользуемся и все делаем. Оборудование нужно было. То есть мы работали без оборудования, да, можно сказать, в кастрюльке, да, там сваришь и все. Сейчас это огромный чан на 200 литров, и вот, да. Скажи, пожалуйста, а почему нужно было каких-то особенных коз из Америки заказывать? Наши еще козы, чем мы? А, скажем так, зачем именно с Америки, и почему именно, мы, кстати, не назвали коз, да, что это англо-нубийская порода. Да. Был момент лет 5 назад, когда эти козы, они пользовались вообще бешеной популярностью на рынке. Их покупали, и покупали их за очень большие деньги. А очень большие, это какие деньги? Чтобы было понятно, такая коза взрослая стоит 230 тысяч, голова. Мама дорогая. Да. И, скажем, молочка, да, менее выгодна, да, тут надо много сил, много труда, и плюс это продукт. А козы покрылись, родили. Покрылись, это забеременели. Ну, когда, да, родили, и вот эти козлята, маленький козленок, значит, козочка, она стоит от 120 до 150 тысяч за голову, и козльки до 100 тысяч идут тоже. То есть это как бы прибыльный такой достаточно бизнес, но опять, это не просто там взял эту породу и все. То есть я состою в козаоческой ассоциации, Атга она называется, американская. Она с 1904 года, и в базе все, что рождено. Ну, это я понимаю, но вот это вот молоко от этой вот козы с чудесным этим названием, оно что, оно без какого-то запаха специфического? Да, оно без запаха, у него вот нежно-ореховый вкус, ореховый, после вкуса Рафаэллы. То есть, да, если делать даже сыры из этого молока, выдержанные сыры, это удивительно. Там, вот, допустим, берешь первый кусок, да, вот ты его вот кушаешь, да, ты чувствуешь козий вот этот вкус, но дальше ты его будешь есть, уже нету, вот, ну, вот, нету такого козьего. То есть раскрывается совсем все по-другому, да? Да, 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 то есть это, ну, удивительное молоко. То есть козий сыр тоже надо уметь кушать. А есть у вас такие, ну, как экскурсии на ваше подворье, приезжают люди, может быть, с семьями отдыхают, какой-то ресторанчик есть, где можно попробовать вашу продукцию? В настоящий момент такого нету, потому что все-таки это наша частная территория, и, ну, даже по вопросам безопасности это не совсем правильно. А, ну, тогда частная территория согласна. То есть это все на нашей территории. Мы отстроили комплекс козлятников, коровников, вот, курятников, и все это там вот у нас содержится, и уход соответствующий тоже. А где где-то все можно купить, попробовать? Сейчас мы запустили интернет-магазин, то есть если в гугле набить «Гжельское подворье», вы вылезаем как раз. «Гжельское подворье», да? «Гжельское подворье», да. Вы сразу выходите, да? Да, у нас интернет-магазин, доставка в Москву теперь, а также магазин у нас есть у нас там по местности. Пользуются популярность? Небольшой магазинчик. Ну, скажем так, для тех, кто ценит и понимает правильное питание, здоровое питание, конечно, да. Ну, я слышала, у вас цены такие, в общем-то, недешевые. Вот эта пачка масла, ты говоришь, где-то ориентировочно сколько она может стоить? Вот эти 250 грамм, да? 250 грамм, да, в интернет-магазине оно стоит 370 рублей. Да, но ты говоришь о том, что это какое-то особенное масло, да? Что это за масло? У нас же не только особенные козы, у нас и особенные коровы. Мы в свое время закупили тоже большое поголовье джерсейских коров. Чем они отличаются от обычных? Тем, что молока они дают немного, но качество молока совершенно тоже уникальное, оно вот с желтыми масляными вкраплениями. То есть, почему получается вот такое желтое масло? Тут нет украсителя. Да, от обычной коровы, там, черно-пестрые, это будет вот масло, как творог белого цвета. Эти же нет. То есть, у них жирное молоко, иногда оно доходит до 8% жирности. Ну, так, в среднем 5,7-6%. Ну, не только же цветом хорошо это масло, да? Наверное, какие-то там полезные вещества особенные, я так предполагаю, есть, да? Но в любом молоке полезные вещества особенные. Ну, в этом, наверное, их больше. Здесь жира больше. Жира больше? Здесь жира больше. А как же наши фигуры? Ты хочешь испортить наши фигуры? Наши фигуры не страдают. Ну, мы же питаемся этим постоянно, да? Мы питаемся такой химией, что лучше съесть кусочек хорошего. Это вы питаетесь. Я не только о себе, но и о вас позаботилась. Поэтому, если интернет-магазин, хотите здоровую пищу, пожалуйста, все есть. А вот ты говоришь, я бы не советовала этот бизнес начинать, кредиты какие-то брать и так далее. Я понимаю, у вас дружная, крепкая семья, поэтому, в общем-то, это было возможно, да? Друг за другом вы горой. Вы вообще молодцы, на самом деле. Вы действительно единая семья, дружная, замечательная, хорошая. А вот если возьмем, вот посмотрит сейчас какой-то человек там нашу программу, скажет, что я тоже хочу сейчас вот. Почему, собственно, ты не советуешь брать кредиты? Возьмет какую-нибудь козу там с сверхъестественным названием и понеслось. То есть был такой момент, когда я только начинала заниматься вот этими англо-нубийскими козами, у меня многие, вот мои клиенты, кто покупала, они покупали сразу партию. То есть там им было несколько коз нужен, козел, они вкладывали деньги свои как в бизнес. То есть если у них было полмиллиона, они покупали 3-4 головы, растили, но прошло время, года 3, наверное, прошло. И я смотрю, сейчас эти мини-хозяйства все распродают. Потому что физически тяжело это содержать. Именно физически тяжело, да? И физически, и материально. То есть все упирается также еще в содержание этих животных. Это не просто там поставил их в будку, и они там живут, дуются, и все. Козы импортные, козы капризные. И только, скажем так, наверное, вот то, что мы привезли с Америки, первая партия у нас была, да, вот их дети, они более устойчивы к нашему климату, им проще живется, да? Ну, ладно, о привезенных козах я потом уже забегаю вперед нашего диалога. Вот. Им нужны соответствующие условия содержания. То есть это должны быть козлятники теплые, теплые, отапливаемые. Это должны быть качественные корма, это должна соответствующая быть вентиляция. Слушай, ну тогда, а на кой черт они? Ну, взять эксклюзив ВИП-коз, значит, небольшое количество, а наших буренок и козлов в достаточное количество. Можно такую продукцию делать, масло там за 120 рублей, и, грубо говоря, для элиты за 300 с чем там, с хвостом. Конечно, но, скажем так, мы же честные, и честные в первую очередь... Кажется, я не учусь, не в свое дело, да? Уже бизнес не предлагает. Тоже не учат, да, просто понять хочу. Нет, просто, во-первых, надо быть честными в первую очередь даже не перед кем-то, а перед самими собой, да? То есть мне также же можно было, допустим, завести пять коз, да, зарегистрироваться в этой ассоциации АДГО, и параллельно держать в козлятниках там еще каких-нибудь поместных, козлят продавать как суперпородистых, с документами. Нет, не обманывать, я имею в виду, как продавать суперпородистых, там, выкрашивать их в определенный свет. То есть есть такие, есть такие. Не так же дорого. А по вкусу-то все равно не обманешь. То есть, ну, обычная коза, она все равно оставляет вот этот вот шлейф. Ну, зато наше, видишь, особо теплых козлятников не надо. Постелил какую-нибудь. Ну, если начинать, то начинать. Ну, согласно. Ну, я понимаю, семья Паршиков, если делает, то делает уже добротно, как положено. Ясно. То есть, если у вас получилось, если вы можете, и если все вот так вот дело спорится, то все-таки, я считаю, вы хороший пример для тех, кто посмотрит нашу программу, скажет, а, собственно, не засучить ли мне рукава, и тоже бы начать какое-то производство. Да, и у меня и такие клиенты есть, это жены очень состоятельных людей, которые могли бы... Это у вас мода там, увы, у девчонок таких вот элитных пошла к козлу свою иметь? Ну, на самом деле, это даже не столько мода, а сколько осознание того, что нам под эгидой даже того же фермерства, да, сейчас, эко, био, это какая-то прям, я не знаю, такая мода на эти слова ругательные, а по сути, это покупается где-то на заводах в Рязани, там, творог этот растительного происхождения за 100 рублей, и продается как фермерский, и такое может быть, и такое никто же не проверяет. Согласен. Да, у меня есть знакомые, которые там тоже занимаются перекупкой вот этих вот фермерских всех продуктов, но они в первую очередь приезжают на ферму, смотрят, а животные стоят или нет. То есть это тоже очень важно, потому что также эта свиная нога может коптиться или там масло взбиваться. Из чего? Сырье где берется? То есть я почему отвечаю за свои вот там вот эти все продукты, да, которые вот молочные, потому что я знаю, что если у меня животное заболело, молоко с него я не употребляю в производстве. То есть я отвечаю за качество полученного молока и даже в дальнейшем полученные продукции из этого молока. А то, что я беру, допустим, если бы я брала где-то там на заводе или там на фермах каких-то коровьих, да, я же не знаю, что там. А как в тебе это все сочетается? Это светское мероприятие, где ты в вечернем платье, в дорогих украшениях. И дальше ты приезжаешь домой, все это дело вот снимаешь. А это как антистресс. То есть ты приезжаешь, переодеваешься в рабочую одежду. Это не такая барыня, которая вот в колокольчик позвонила, что у нас там, как козы, чувствует себя. Нет, ты вот именно прям переодеваешься и сама туда к ним направляешься. Нет, бывает такое. И барыня во мне тоже иногда просыпается. То есть вообще все, да? Да, да, да. Ну что ж уж тут мелочиться. Ну а так, когда есть необходимость, конечно, все же тоже упирается в персонал. Да, персонал подбирается. Это тяжело, это человеческий фактор, никто никогда не отменял. Вот, и иногда от халатной безответственности... А вот, кстати, для персонала какие требования должны быть? Это вот, ну не знаю, если ребенка у няню выбираем, да? Ну, понятно, там добросердечность, там должна быть детей. Здесь то же самое. Здесь то же самое, да, потому что... А животные чувствуют, если их не любят? Абсолютно. То есть вот у меня даже работает девушка на козлятнике, так она за каждого так болеет. Прям вот так ходит. То есть они как дети. И они это чувствуют, они это понимают, и отдача есть. То есть козы раздаиваются, да, у них хорошие удои. А, кстати, про удои. Вот говорят, если классическую музыку включать, то у коровы повышаются удои. Это действительно такая история есть? Или ты не пробовала? Не проводила эксперименты? Ну, мы проводили эксперименты, поэтому там... Мне кажется, если включить пресские тензицы... Церковное песнопение иногда тоже, там хор работает. Ну, они включают. Нет, ну, серьезно ты или шутишь? Нет, я на полном серьезе, да, да. То есть это расслабляет? Да, бывает иногда такое, что вот, ну, а почему бы нет? Ну, пусть козам тоже будет хорошо. Причем при этом они очень умные, и они очень ласковые породы. Удивительные еще, кстати, вот если об их особенностях рассуждать. Что умнее наших? Наши вонючие, но эти, ну, хоть умнее должны быть, в наших должно быть что-то лучше. Это такая потребка. Да, они лучше тем, что они менее подвержены каким-то болячкам. То есть иммунка такая, что там могут под снегом спать зимой. Да, здесь как бы с этим тяжеловато. Поэтому козы очень ласковые. А умбра в чем проявляется? То есть заходишь-то, они говорят, здравствуй, Анна. Ну, практически они вот так вот встают все вот в загонах. Да ладно, и здоровы часто. Да, они мекают. Мекают? Мекают, у них такое мекание, как мама. Ну, вот этот козленочек, хочу рассказать, что Анна, когда был творческий конкурс, вот на конкурсе красоты. Произвел фурор. Да, произвел фурор, когда ты вышла в этом вечернем платье, потрясающей красоты. И в руках у тебя был этот козленочек, но он реально прям кричал, мама, мама. Мама, да, они кричат, мама, да. У них вот именно такое вот блеяние. Да, слушай, а вот по поводу мясных изделий, да, давай вернемся к ним, потому что в доме должны быть и мясные закуски. Я пробовала колбасу, и честно тебе скажу, ловлю себя на мысли. Я понимаю, что все это натуральное, но я ловлю себя на мысли, насколько нас приучили ко всем этим вот вкусовым добавкам. И мне кажется, что она как будто даже немножко пресновата, но это на мой вкус, да. Как будто какое-то время я даже не понимала вкуса. Это вот настолько уже мы привыкли ко всем вот этим вот гадостям. Мы поехали как-то на выставку. Ну, есть продуктовые выставки, выставляются разные, значит, там, ну, мы хотели там какие-то закваски, может быть, какие-то рецепты. Ну, вот за этим мы туда ехали. И, на самом деле, что нас привело в шок, когда спрашивали насчет колбасных вот изделий, да, мы-то спрашиваем про специи, а нам мешочки показывали с добавками, то есть до вкуса, после вкуса и запоминания вкуса. И поэтому, конечно, когда мы берем колбасу из магазина, то понятно, да, что мы ее запах, аромат, и она у нас уже на языке. Мы еще даже не куснули ее, да, но она уже на языке. То есть вот это и добавляют. При всем при этом, как бы, есть такие добавки, когда ты можешь пустить, там, я не знаю, свинью вместе с копытами, с кожей совсем, из всего этого тебе сделается колбаса. То есть немножко того, немножко сего. То есть когда это все посмотришь, становится жутковато, на самом деле, чем мы питаемся. Вот. А вот нет такой возможности, может быть, в дальнейшем, чтобы хотя бы детей наших защитить от того, что продается сейчас в магазинах, и поставлять в детские сады, в школы вот такие вот полезные продукты питания? Это же как расшириться надо. Ну вот я желаю вам расшириться, вот правда, искренне, от всего сердца, потому что... Просто даже вот мне сегодня до передачи поступил звонок, и меня спрашивали там про мясо, да, вот свинину хотели купить. Я объясняю, что мы ее выращиваем только для себя и для тех колбасных деликатесов, там, свинину, говядину, чтобы вот производить вот эту продукцию. И мне вот мужчина рассказывает, говорит, я вот купил свинину, да, сделал из нее колбасу, она не хранится у меня. То есть вопрос. Я говорю, правильно, лишь поэтому мы сырье сами выращиваем. Сырье на молоко, на кисломолочную продукцию, да, там, на сыры, и сырье на колбасы. Мы должны четко понимать, из чего мы делаем. То есть я знаю, что если коровы здоровы, да, что у нас никаких проблем нету, значит, у меня и продукты соответствующие, и срок хранения у них большой. То есть у меня молоко... Вот, кстати, это важно, потому что некоторые не любят натурально, что портится быстро. Да, вот смотрите, даже вот молоко в холодильнике при такой средней температуре, там, 3-4 градуса, да, оно хранится 10 дней. Так. Все откуда идет? Потому что перед тем, как подоить корову, все моется, обрабатывается вымя, да, это поступает, ну, одевается система, все в систему идет. Из системы это потом в чистые ведра, из чистых ведер это все, ну, это, конечно, перед этим еще охладиться это молоко должно, а потом это в чистую тару. То есть исключен момент попадания вот каких-то патогенных там вот этих вот бактерий, да, которые молоко портит там за 2 дня. Поэтому оно хранится и 10 дней. А можешь своим детям разрешить съесть какой-то гамбургер? Конечно. Почему ты им разрешаешь? Ну, потому что, наверное... И, кстати, как они относятся? Если для меня натуральная колбаса кажется немножко безвкусной в какой-то момент, да, потом я, конечно, с удовольствием привыкла к этой колбаске. Я тебе говорила, Света, ешь натуральное, вкусное, ешь, 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 убедила. А вот детям, которые привыкли есть натуральную здоровую пищу, и вдруг гамбургер. Мой сын очень любит докторскую колбасу. Именно раменскую докторскую колбасу. У него есть такая любовь. И когда мы начали делать свою докторскую колбасу, ну, понятное дело, консистенция не такая там ровная, да, что она не такого розового цвета. И он мне задает вопрос, это что, своя? Я свою есть не буду. Я ему фактически этот бутерброд прям в рот и засунула. И с тех пор он как бы ее ест. Мама, она вкусная? Она вкусная? То есть, ну, конечно, дети должны на самом деле, наверное, ну, все пробовать. Ну, что ж, если мы их оградим от всего, ну, мир-то он такой, что он куда-то поедет, там, где-то поест. Он не должен до этого дорываться. То есть в охоточку захотел, но съел. Но дома он пришел и ест только то, что, скажем так, мы сами произвели. Ну, да, немножко себе позволить можно. Вот когда постоянно ешь, что угадаешь? Нет, ну, постоянно нет. И редко пробуешь вот такую вкусноту. Но теперь-то я узнала, и теперь узнали все, узнают все и вся. И я бы очень хотела, правда, чтобы вас побольше было и всего, и вся. А есть еще ваши конкуренты такие вот, о которых ты знаешь, в близлежащих районах? Ну, в близлежащих нету. Вы единственные. Да, и, скажем так, мы все равно так проводим, нет-нет, да проводим сравнительный анализ, и мы прекрасно понимаем, что вот эти вложения, вот в это все, ну, играет огромную роль. Потому что качество, люди все равно пытаются где-то оптимизировать расходы. То есть экономить на кормах. А через какой период времени это стало окупаться? То есть это стало быть прибыльным? Пока нет, пока это не окупилось. А сколько это уже лет? Ну, скажем так, что вот прям вот совсем-совсем, так что вот мы как-то занимаемся этим, это года 3-4. То есть сначала такое было вяло текущее, это вот дома там как-то все это производилось. Ну, хотя бы не в минус 3-4, сейчас пока так ровно. Нет, ну, почему? Еще пока в минус, потому что, опять же, вкладывается все в развитие, то есть закупается оборудование, да, итальянское оборудование. Потом же опять для того, чтобы производить колбасу, ее же тоже не сделаешь дома на кухне там или в духовке. Для этого покупаются огромные там шкафы, компьютеры, да, молотинки. Все равно, Амюта, успокой мое девичье сердце, скажи, пожалуйста, смогли вы удивить итальянцев чем-то или не смогли? Смогли. Чем? Ну, итальянцы сами варят сыры, и для них большой проблемой было найти хорошее качественное молоко. Так. И они дошли до того, что они сами ездят на ферму одну и прям вот прям из-под коровы там забирают молоко. То есть они сделали анализ лабораторный, вот, и вот оно их устроило. Они приехали к нам, они долго не могли, там же тоже тонкая технология, сколько чего в граммах добавлять. А молоко-то у нас джерсейских коров, то есть и жир другой, и белок другой, то есть, ну, есть разница. И им понравилось качество молока, то есть они были даже не понравились, они были восхищены им. А такие селянки, которые ходят, я знаю, что и Ксения, да? Да. Очень красивая девушка. Вот такие селянки удивили наши русские красивые женщины? Сейчас она ведет Инстаграм и снимает видеоролики. Мы хотим, ну, в дальнейшем, наверное, мы сделаем... Сеня, это заловка, да, твоя? Ну, это какое-то слово такое некрасивое. Ну, а что? Заловка. Ты, оно никогда мне не симпатизировало, это слово, да? То есть у нас как-то с первых дней это пошло, что вот она... Ну, вы как сестра, хорошо. Сестра твоя, скажи. Вот. И она сейчас снимает видеоролики, мы монтируем их, выкладываем в Ютуб. И, конечно же, тоже люди удивляются. Молодая, худенькая, красивая, и тут рассказывают, тут коровы, тут колбасы, тут сырые. Да, да, поэтому ты когда вышла на сцену с этим козленком, вот этот ролик, где огромное хозяйство, вот это поголовье скота. Причем все так чистенько, аккуратненько. Да, поразили чистотой. Да, как будто это вообще не у нас происходит, я не знаю, где-то, где-то, где-то. У нас в магазине висит телевизор, и там крутится ролик о нашей ферме. Кстати, грамотно. Постоянно крутится. И были такие даже посетители, которые говорили о том, что, ну, кого вы обманываете, ну, кжель и такие скандинавские луга. Вот, но у нас позволяет, так территория у нас, она уходит в поле, вот, и коровы там на выпасе. Сколько детям твоим лет? Восемь и три. Восемь и три. Они уже как-то участвуют в семейном деле, да? Конечно, конечно, да. Тоже мы их приучаем. Ну, во-первых, собственным примером, когда я прихожу, ну, вот, из козлятника, да, там, разные моменты бывают, где роды принять, где кого-то подлечить и все. И он первое время, ну, как первое время, вот, ну, как-то, может быть, по детской глупости своей такой, мам, от тебя воняет. А я ему говорю, сынок, вот так вот пахнут деньги. И он после этого перестал это произносить вообще. То есть, скажем так, конечно, приятно, когда пахнет там женщина духами, но, опять же, это же животные, порой от людей пахнет хуже, правда? А это животные, это здоровый запах, то есть это нормально все. То есть детей я своих, ну, приучаю к тому, чтобы никакой брезгливости не было там, да, и они знают, как выглядит, как выглядит коза, как выглядит корова. Он был маленький, им было года полтора, рождался теленок, он заходил туда в загончик с ним, там, это, нянькался, там, теленок еще встать не может, да, ребенок уже. То есть дети растут в здоровой такой атмосфере. В гармонии с природой, с животным миром. Да, в гармонии с природой, и плюс они прекрасно понимают о том, что труд, это не просто там где-то в пиджачке, и это хорошо. Никто не, как бы, не умаляет чужих каких-то рабочих моментов, да. Я просто хочу, чтобы зрители наши понимали, что твои дети, в принципе, ну, они растут в такой семье, они могут вообще ничего не делать. Тут просто лежать и плевать, и никто не даст. Нет, я про что говорю, в принципе, да, вот могут просто лежать и плевать в потолок, но как грамотно выстроено воспитание, когда приезжают, да, выходят из, скажем так, дорогих машин, переодеваем эти нарядные платья, и вся семья пашет, показывает собственным трудом, собственным примером, как это, что это, из чего это делается, да. Вот это и есть воспитание, когда говорят там, вот воспитание, воспитание, какие-то слова, да не слова, дорогие мои, вот дело. Поэтому я очень хочу, чтобы, да, видишь, частная территория, ну, хотя бы не знаю, хотя бы ролики какие-то пусть действительно в магазинах крутят, как это бывает, как это должно быть. Вот мы сейчас рассказали, как это бывает, как должно быть. И когда мужчины мне, как психологу, жалуются и говорят о том, что нет женщин, вот нет женщин, у них в голове только как губы надуть, как косметологу там сходить, как, не знаю, вот такие все белоручки. И я сразу, вот понимаешь, вот образ для меня, ты, Анна Паршикова, это вот, ну, как хочешь, я понимаю, это очень скромно и стеснительно, но я это скажу. Ты для меня вот просто идеал этой женщины, олицетворение русской женщины, русской красавицы, которая может все, и не стесняется труда. Да. Но, опять же, себя-то тоже забывать нельзя, поэтому губы это все, это хорошо. Губы никто не отменял. Да, губы никто не отменял, спасибо. Ну, у тебя все натурально, не выдумывай. И вдруг, и все равно как-то не укладывается. Вот ты вот живешь, живешь, живешь вот в своем ритме, и вдруг конкурс красоты, да? А как твоя семья к этому отнеслась? Не было протеста? Ну, честно сказать, я не стала это озвучивать, потому что, ну, я стеснялась. А чего стеснялась? Ну, я, козы, корона, это как-то все это. Я пошла туда, собственно, не для того, чтобы показать себя. Мне вот этот пиар, он, наверное, не совсем нужен. Как правильно, ты на сцене пряталась за всех. Я постоянно как ведущая говорила, Анечка, выйди вперед, Анечка. Анечка себя прятала, хотя такая красавица. Анечка рассказывала о деле семейном. И постоянно говорила, мы семья, мы вместе делаем, мы вместе, мы семья. Вот это постоянно звучало. То есть конкурс красоты, это был повод, да, рассказать о том, чем ты занимаешься. Да, это был повод, опять же, донести людям о том, что все можно совмещать. И о том, что женщина может и козами заниматься, и на сцену выходить. Но я больше, наверное, переборола себя, свои какие-то моменты внутренние, такие, что мне это нужно было. И чисто психологически это хорошая история. Можно, конечно, сходить и ко мне на прием, это очень полезная история. Но если я ведущая какого-то мероприятия, то там будет и психологический сеанс, и вообще самооценка возрастет. Ну, я же не знала, получится или не получится. А я знала, что получится. Поэтому, ну, думаю, надо показывать результаты. Ну, что там ходить хвалиться? Я там туда, я сюда. Нет, нет, нет. Как бы вот надо показывать только результаты. Есть результаты, я их показываю, да, вот там вот какие-то. Вот сейчас можно это уже демонстрировать, можно рекламировать, потому что, ну, мы действительно достигли больших успехов в производстве. Да, ты большая умница. А какие в дальнейшем у тебя планы? Может, немножко можно как-то завесу при открытии рассказать? Какие планы и вот в отношении твоего дела, вашего общего дела? И вот ты получила эту корону, и дальше что? Какие твои действия? Что самое приятное, приложение к этой короне, приятно то, что год я буду вместе вот с Юлией Живаковой и девочками тоже, были участницами, да, мы будем ходить по мероприятиям светским, это будут какие-то там, я так поняла, что и благотворительные там приемы. Опять же, будет возможность, скажем так, донести до людей, любящих себя, любящих своей семьи, и заботящихся о своем здоровье, да, показать, что у нас есть еще такие места, где можно покупать качественную продукцию. Я так искренне радуюсь, Аня, тебе честно говорю, что когда мне какой-то предоставляет наряд, да, и говорят, что вот на светское мероприятие от российского дизайнера, я искренне как ребенок российского, как здорово, а то, что вот у нас есть вот такая замечательная семья и производит вот такие потрясающие продукты питания, есть у нас это все, и мы сами можем этих иностранцев, итальянцев удивлять, и не только красотой, да, вот наших девушек потрясающей, и русской нашей неизведанной душой, а то, что мы действительно можем все это делать, и пока другие там бубняют, что нельзя, семья Паршикова говорит, нет, можно. Можно. С вами была Светлана Прель и Анна Паршикова, настоящая русская красавица, которой любое дело по плечу. Я тебя очень прошу, эту корону надеть на голову и показать себя во всей красе. Да. Потрясающе. Ты моя героиня, и я надеюсь, после этой программы героиня всех и вся. Спасибо тебе, Света. Не держится, правда, на умной голове.